приветствую вас да 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 сегодня было и солнышко и снег и мороз хотя вроде бы вчера был праздник весны но зима напоминает что весна еще пока не пришла ну а пока она не пришла я хочу рассказать про интересные прикольные экономические новости которые произошли сегодня первый рабочий день после праздника весны а именно 9 марта 2021 год ну первая новость наверно традиционный курс что-то принял сказать да сегодня межбанк был довольно не сказал бы нормально не знаю что был неактивный торговались но торговались так что все-таки торговались до револювации гриб хотя опять же вопрос что значит револювация ну да 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 действительно сегодня на межбанке там курс из 2777 опустился 27 и 7 разве это револювация так понимаю если 27 шаг и 8 не на сегодняшнем я действительно равновесие я не понял выходил на сбалки или не выходил возможно не выходил во всяком случае торги продажа вгз произошла довольно спокойно так что я так понимаю каких-то эксцессов необычных явлений не происходило по этой причине опять могу посочувствовать валютным барыгам не судьба не судьба я не знаю вы обратили внимание как час котируют про кубку продажи валюты обменник обратили или нет но смотри я на сегодняшний момент ряд обменников очень четко заметно что им надо продать доллар в этой причине они фактически цену продажи ставят ну довольно так прижимает до межбанка до предела а скупку ставят ну очень низко то есть грубо говоря чтобы к ним вообще даже не приходили ну заветом выставили такую низкую скупку или просто очистка но так мы и хотим то есть другими словами они как бы намекают у нас доллара есть так что если что приходите мама дадим но нам не приносить мы эти не продали вот такая ситуация ну действительно мне тоже тоже нет паники нет желающих купить ты желающих не продать есть вот это равновесие вот это действительно и по большому счету мне это нравится не знаю как вам не люблю эти катаклизмы ужасно если вы любите это ваш выбор я это не люблю пускай лучше вот так пара копеечек потому что эти прыжки вторая новость как бы сказать в рикошет первый евро доллар помните я еще сегодня утром говорил что револьвация доллара все уже девальвация вот это вот мировой рынок это вот попробуй что-то здесь прогнозировать ну конечно назвать девальвация сложновато поначалу но смотри какая ситуация фактически сейчас курс евро доллар уже доллар девятнадцать центов а было семнадцать девятнадцать да тут уже конечно есть прогнозы что будет все таки доллар семнадцать центов опять же не успели уже прогноз будет доллар двадцать центов больше я вообще не представляю как можно таких прогнозах жить не представляет мало того аналитики объяснять а почему уж почему уж не идет не револьвация доллара девальвация мы все ждали что револьвации объясняет первое мало два триллиона ну триллиона долларов и миссии вот если было пять это да два этом мало ну ладно мало так мало уговорили так и быть ну и другие объясняя тем что доходность американских возоблигаций снизилась по этой причине и так дальше так что то не успел по дешевке купить евро гривну все 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 опять поднялась да но это постоянно вообще международной рынке а там сложно что-то прогнозировать по этой причине там интересная работа там хаос хаос который не поддается анализ или поддается но сложно очень интересная новость это уже третье по поводу американского фонда рынка я понимаю что большинство с вас там не работает но просто новость такая как бы сенсационная впервые с 1993 1993 года произошел феномен когда индекс нас до фондовый фондовый биржи нас так упал а индекс доу джонс вырос сейчас немножко без смотрите индекс нас так он больше связан и с такими но акциями высокотехнологичными но тоже фейсбук тоже гугл это от нас так а вот акции кока-кола макдональдс нефтедобычный джонс получилась ситуация вот эти новомодные высокотехнологичные акции подешевели а консервативные надежные подорожали феномен но как правило и фондовые индексы сша ну синхронно вверх вниз вверх вниз а тут видите так получилось по другому тоже есть объяснение считается что кризис сша закончилась инвесторы более консервативно смотрят на будущее сша не доверяя высокотехнологичным компаниям которые были перегреты в результате коронавируса вот такая ситуация а вы-то думали наше время ребята сложно вообще понять что покупать что продавать казалось бы фейсбук вечная тема покупая покупая нет кока-колу покупать надо но ответе к не соскучишься а теперь новость которая ну в определенной степени так понимаю ожидаемое и то что чем сейчас очень модно поговорить в украине поставь посчитан инфляцию со февраль 2021 и тут интересно зависит то как я захочу и преподнести смотрите инфляция за февраль 2021 года по сравнению из декабрём 2020 года выросла на 2,3 процента чем пока 2,3 но если мы сравним февраль 2021 февраль 2020 инфляция составила 7,5 процента но я много раз говорю что в прошлом году была очень низкая инфляция в этом году будет высокая она и высокая давайте пробежим так что ж подорожало что подешевел для информации продукты питания имеется ввиду февраль 2021 февраль 2020 8,5 процентов согласно но да подорожало спорить не будет вообще в феврале 2020 то еще карантина не было обращаю ваше внимание коронавирус уже говорили но уже не было не так страшно а вот уже в марте все началось а вот в феврале 2020 было более-менее и тут когда сравнивается оп да да есть 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 тоже бы все подорожало но вы сами знаете хлеб 12,5 процента ну здесь связано прежде всего то что закупочная цена на зерно выросло подсолнечное масло да подорожало почти на 35 процентов но вот здесь немножко другой фактор мировая цена спрос в мире на подсолнечное масло в результате коронавируса в результате карантина вырос ну что вы хотите давайте если я имею возможность продать на экспорт под такой цене почему я должен в Украине продать убыток не все поднялось сахар да сахар тоже подорожал причем вообще страшно смотреть 60 не стоп 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 уже убежала даже сахар подорожал на 60 процентов то и 62 процента ну имеется до февраль 21 20 ужас как подорожал ну по большому счету связано с тем что действительно урожая меньше и на это сказано вот сейчас посадить больше сахар на стекло все еще будет падение но если помните у нас сейчас год на год так прыгает то цена сахара растет то падает растет падает гречка то же самое ну вот есть такая закономерность яйца яйца подорожали рекорд 85 процентов ну здесь конечно повлияло кроме того что чисто экономически вот эти вот проблемы с бахматюком ну понимаете сложно заниматься бизнесом когда тебе мешается плюс вот эти все горельские курчат и так дальше дата сработал вот такая ситуация подорожал за исключением овощей овощи подешевели на 7 целых 40 процентов да действительно подешевели что что очень подешевели подключи когда некоторые считает овощину борщевой набор подорожал до него прекращать подешевели не фрукты подорожали не спорь не спорь но только морковь не морковь и брючок это не подорожало все тоже мясо сильно не подорожало 3,6 процента да молоко 4 процента согласен полностью у нас действительно больше вот как раз рост цен такой пик сахар вот потому что масло что есть то есть и яйца да самое самое ну что сказать подорожало подешевеет на самом если когда будет дешеветь все равно это будет хорошо дорожает по традиции почему подорожало вообще почему подорожали как бы продукт так доходы ж вообще выросли зарплата то если взять февраль 2020 февраль 2021 совершенно разная зарплата вообще в украине получил феномен в условиях коронавируса зарплата выросла да не спорю частично за счет минималки минималку подняли она подтянулась частично за счет теневой экономики тоже спорить не буду и да действительно подорожало но помните торговлю никогда не поднимет цену если не будете покупать но если вид что у вас есть деньги на поднимать так не бывает что она может поднять и нет покупателей так не срывать интересный факт согласно официальным данным одежда обувь в феврале 2021 последствия 20 подешевела на 5 процентов да действительно ну смотрите что произошло и там дальше если посмотреть бытовая техника она подорожала процент произошла ситуация когда действительно население начало меньше покупать и электронных игрушек и одежды обуви и действительно получили запасы эти запасы сейчас распродают по этой причине вот такая дефляция прямо помимо этого слова ты что сначала продать чтобы завести но да это такая ситуация существует а что же хотят покупайте больше будут цены расти то есть не хотите покупать новые туфли сказать покупайте но не очень активно перефюжи кк любимая тема значит берем февраль 2021 февраль 2020 выросло 18 целых шестьдесят процентов однозначно но больше подорожал газ 45 процентов не спорю электроэнергия 37 процентов не спорю канализация 22 процента есть такое холодная вода 14 процентов тоже есть такой меньше всего подорожала это уборка территории 4 процента согласен ну что вам сказать экономьте экономьте лишний раз не используйте подключили погорелись и хватит но поймите цены на энергетический ресурс у нас низкие не будет тем более еще раз обращаю ваше внимание цена на нефть выросла соответственно в этом году энергетики ну вот и отопление и освещение и газ будет дорогой даже если обещают час мы снизим нет даже если вы не введут этот годовой тариф он будет тоже высокий вот такая ситуация по этой причине да приходится экономить ну единственное что нас что спасаешь на сегодняшний момент вас нельзя отключить от коммунальных услуг по этой причине долги за коммунальные услуги растут 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 еще раз что есть то есть пару слов насчет фармацептики смотрите ну понятно коронавирус понятно эти все эпидемии что произошло цены на услуги медицины выросли на 9 процентов выросли ну тесты вы сами понимаете лекарства на 8 процентов не спорю однозначно и что еще интересно услуги образование выросли на 14 процентов сразу объясню что это такое ну вы сами понимаете что у нас образование бесплатное но связи с этим всеми событиями очень активно начали предлагать вам услуги интернет там вебинары школы тогда же там на сегодняшний момент у нас есть работающий интернет школы которые дают абсолютно законно теста так что ваш ребенок может учиться интернет школе не ходить школу и что он там ну понятное дело что эти интернет школы частные ну вот пожалуйста 14 процентов да а что хотят бесплатно не бывает интернет школа так что подорожало спорить не буду ну что вам скажу вообще по большому счету на этот год запланированная инфляция 0,7 процента не будет всего будет около десяти ну это ж не 100 не 200 нет у нас были моменты когда инфляция была 13 тысяч и так дальше поменьше ну в принципе да действительно в этом году инфляция будет значительно выше чем прошлый опять же связано с тем что кризис как таковой закончился бизнес научился уже жить в карантине конечно дурацкий бессмысленный карантин мешается но приловчились и соответственно растет зарплата да 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 и растут цены я знаю что все хотят чтобы зарплата росла а цены падали но так не бывает ну и последняя цифра если сравнить инфляцию январь февраль 2021 январь февраль 2020 восемнадцатого восемнадцать целых пятьдесят процентов да солидно солидно но смотрите по мере приближения будет снижаться почему но потому что у нас как раз получилась ситуация что это все же база сравнения вот база стране сейчас берет самый-самый лучший период до коронавируса то быть и коронавирус уже будет балансировать так что такие вот нас новости с ценами начинайте ругать дело полезное хотя а почему бы нет вот провалится и на душе при но вы наверно знаете что она сейчас активно обсуждает амнистию капиталов и тут ряд экспертов такую дискуссию затеяли и бросили клич что мол зеленский специально хочет сделать амнистию капиталов для олигархов это неправда помить олигархам не надо выбеливать эти деньги олигархов давно существует хорошая схема когда они выплачут себе дивиденды платят налог пять процентов им это не надо там можно так сделать что даже пять процентов выплатить по этой причине просто это вот то что предлагает амнистию капитала просто не надо у них это уже есть кому нужна амнистия капитала я говорил вы знаете после майдана поднялось довольно много активных ребят разошли во власть зашли в кабинет и зашли в министерство зашли в главки зашли ну то есть они дорвались но возникла ситуация что им очень сложно объяснить а чем же вы занимались все 20 лет то есть по документам вообще были бомжами да а эти дома машины ну как-то так вот им это надо то есть фактически зеленский институт предлагает амнистию капитала героя майдана который дорвались до власти им это выгодно им будет проще объяснить где они взяли эти деньги заплатили там 2,5 процента или 5 процента все вот пожалуйста вот мой собничок домик и так дальше так что олигархам это точно не надо представили олигархами да умоляю вас некоторые олигархи уже по миллиарда выделены долларов что вы там вашими копейками еще такая одна новость она как бы техническая но очень важно сразу обещаешь зеленский подписал новую редакцию закона про финансовые лизы казалось бы ну закон закон подписал зачем там несколько раз его переголосовывали что там не подходилось в чем смысл смотрите смысл заключается следующим что вы наверно слышали есть такая идея предложить вам вам украинцам такую интересную аренду вот смотрите вы арендуете квартиру плате аренду плату и по мере уплаты аренды платы выкупаете квартиру идеальный модуль на сегодняшний момент даже сделать специальную структуру сасла которой бы этим заниматься логика следующий служб бюджета выделяется деньги приходит структура это компания или точнее фонд выступает заказчиком строительства выкупает квартиры прямо по это слово и сдает в аренду с права выкупа на финансовую лизу для этой при этом он берет за это как бы все таки службу четыре процента годовых то есть другими словами для вас получится ну как бы стоимость квартиры или даже ипотеки четыре процента годовых гривень и гривень по моему очень интересно замечательно и вот этот закон который приняли подписал это для того чтобы ну как бы шлифовать потому что были конфликты с некоторым законодательным актом все закон готов можно запускать осталось сделать за малый день баня какая ситуация хорошая идея шикарного тебе надо надо запускать посмотрим сколько соцбюджета выйдет у нас вообще-то такую идею планировали запустить еще есть структура у нас гилл такая тоже планировали но когда начали выделять и деньги давать там такие копейки есть фонд для молодежного строительства та же самая ситуация хорошая идея может давать положительный эффект но денег денег так что посмотрим конечно если выделят мало плохо а если выделят нормально значит будет нормально а что же вы хотели говорю что бывает так вот смотришь шикарная идея давайте давайте как раз там не хорошая идея она не популярна а какие-то авантюрные идеи еще одна новость про рынок земли смотрите вы знаете что с 1 июля этого года открывать снимается мораторий и вот ассоциация аграрии так дальше обсуждает как же поменяется ситуация приходит к выводу что действительно если снимать мораторий то можно ожидать активность аграрных предприятий на рынке земли но сейчас немножко объясню что они имеют ввиду смотрите у нас на сегодняшний момент сложилась такая ситуация что очень много сихозяйственных предприятий в том числе фермы они даже если арендуют то арендуют мало бам вот тут они такую табличку просто как-то неудачно сделано но как исключается следующее если взять большую часть наших фермеров вот этих секциях предприятий то они обрабатывают то есть и арендуют обрабатывать в общей сложности 100 гектаров земли не в общей не больше 100 гектаров земли то есть у них маленький до 100 гектаров это плохо это очень плохо у нас сейчас 600 предприятий арендуют землю больше 5000 гектаров это очень мало причем если взять в общей площади каких-то 20 процентов а наоборот вот те которые арендуют мало 20 процентов то арендуют много или владеет 80 и по этой причине да они смотрят что надо действительно создавать интегрированные все хозяйственные предприятия объясняет интегрированные когда вырастили сохранили переработали и к вам стол поставили то есть это должны быть элеваторы фермы корабли порты предприятия пищевой промышленности вот 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 этот интегрированный а просто фермер вырастил у него нету даже где сохранить урожай это чушь тем более тут есть оказывается у нас 2000 секретных предприятий которые в общей сложности арендуют не больше пяти гектаров я вообще не представляю что можно в пяти гектарах вырасти что это не серьезно абсолютно так что ну что ждем ждем когда действительно произойдет это эпохальное событие и уж после этого мы как роня в аграрном секторе будем знать все нам позавидовали ну а пока соответственно на этом наши новости пока закончились сегодня закончились будут свежие новости а вы пишите комментарии делайте выводы ну ставьте лайки или дизлайки что вам больше понравится подписывайтесь на мой канал удачи до свидания